Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдают оператор Антон Лифанов и водитель Прохор Осипов. О обязанности дежурной машины у нас нынче исполняет комфортабельный автомобиль Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. Сегодня на пересечении бульвара Гагарина и улицы Студенческой установили новые светофоры. Мы и сами этой новости готовы аплодировать стоя. Ведь этот двойной перекресток всегда был довольно-таки сложным. И транспорта много, и пешеходов. Пока ни один из новеньких светофоров не работают. Но уже в ближайшее время их включат, и они приступят к регулировке движения. Кадры сегодняшнего дня у нас из серии «Дорожный патруль». Вот только их авторами являются не телезрители, а мы с нашим водителем Прохором Осиповым. Дело в том, что когда мы утром ехали на работу еще без оператора, прямо на наших глазах произошло два ДТП. Первое случилось на улице Мира, где автобус 72 маршрута, потеряв управление, чуть было не снес на обочине деревья и ограждения. Ну а чуть позже, также потеряв управление на дамбе Чкалова Ива, Лада Калина все-таки снесла ограждение. После чего попала в объектив нашего мобильного телефона. Судя по тому, что с открытым канализационным колодцем напротив 44-го дома по улице Ким за две недели так ничего и не произошло, мы начинаем подозревать, что его специально никто не трогает. Может быть, это теперь не просто коммунальный объект, а арт-объект? А что? Открытый люк, в нем автопокрышка, все тематично. Вот только автолюбители такой творческий подход как-то не очень сильно приветствуют и продолжают передавать сообщения в нашу информационно-справочную службу по поводу опасного участка дороги. До Нового года еще целый месяц в нашей рубрике уже начали появляться новогодние сюжеты. Сегодня он из серии курьезов. Не знаем, как вы, а вот мы так впервые наблюдаем Снегурочку в интересном положении. Вообще-то так, по сути, это внучка Деда Мороза. И о ее личной жизни никто ничего не знает. Кто же, интересно, у нее родится? Вопрос, скорее, риторический. Просто навеянный увиденным плакатом. День подходит к концу, заканчивается и наше дежурство. Маленькие новости в большом городе для вас сегодня собирали Анна Водоватова, Антон Лифанов и Прохор Осипов. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Но для того, чтобы стать его участником, нужно-то всего ничего. Поделиться с нами какой-нибудь необычной, интересной или же забавной информацией, позвонив в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. На этот раз победитель получит в подарок помпу и 19 литров родниковой воды «Луговая» от компании «Экофранс». Мы же на этом прощаемся. Дорог вам ровных, тротуаров чистых, но настроение всегда только отличного. Удачи и до скорой встречи!